ДОТА ПИТ ЛИГА ДОТА ПИТ ЛИГА ДОТА ПИТ ЛИГА комбаном, если я правильно помню. Ну, в топ-3 он точно был. Мы помнил Элдор Титана. Он тоже был где-то рядом. У него все тоже с этим было хорошо. И вместе эти герои замечательно сочетаются. Титан ведет иллюзию. Застанил УД. УД, север. Батрайдер прыгает его, в него и тащит. Можно в кого-то еще. Опять же, берет и тащит. То есть, в любом случае, иллюзия идет вперед, показывает врагов, дает стан. И если ты застанил двоих, все, это победа. Батрайдер вытаскивает одного и вам кранты. Я бы сейчас пикнул лайфстилера. Я бы нет. Я бы взял кого-то, кто справляется с УД. Вот вопрос, кто? Лайфстилер сидит в хроносфере. Он... Лайфстилер сидит в паке. Пак запрыгивает на Вайда. Кастует Сайленс. И они выгрыжут. Как тебе план, Капка? Хорош план. Осталось десять секунд. Ну, можно. Но мне, честно говоря, больше нравится какой-то герой, который будет немножечко помобильней. У Нави сейчас Батрайдер и пак. Пока непонятно, кто из них пойдет в хард, кто в мид. Ну, скорее всего, Батрайдер, Генерал Харди, а пак в миде. Хотя все может быть. Вот, он не найдет. Точно, лайфстилер с диффузами. И если ты возьмешь лайфстилера, то получается, что у тебя один миличный кэрри, который, если попадет в хроносферу, то вряд ли будет бить. Поэтому я бы взял что-нибудь, видите, вот прям вот уверенное. Ну, давай именами говори, давай. Супер кэрри. Супер кэрри. Давай, морфинг? Да. Но не против УД, так что пофиг. Нам нужны диффуза, Вить. Нам нужны диффуза. Морфинг с диффузами, в чем проблема? Его УД очень сильно контрит. Лансер. Лансер средняя. Дима, имена. Нам нужны имена. Я ищу, я ищу, Вить. Я ищу, Вить. Я смотрю, что здесь есть с диффузами. Спектра. Спектра. Кстати, Спектра это интересно. Ну, это так вот, из всего того, что я видел, Спектра, она самая-самая. И она супер кэрри, Вить, она может тащить. Второй бле с диффузами. Но его УД все равно месит. Это, кстати, случай, он нормально с диффузами растает. О, а это на случай появления иллюзорников. Просто пуш. Это сейв против бэтрайдера. Это бэтрайдер прыгает, кого-то тащит. Врывается легион, дает пресс за атаку. Если врывается в легиона и тащит легиона, врывается ОД и дает астрал. Взаимопомощь. Поддержка. Выгода. Ну, что же мы увидим в ответ? Клинкс. Да, диффуза собирает встать. Это же нормально. Ну, это будет давление. Нави очередные 25 минут. Поехали. Драться у имперцев вначале нечем. Ты ставишь на 25 минут за Нави? Ну, не, они могут закинуть там пару раз. Это дефолт, поэтому там может быть и все 40. Но пока у Нави пик просто выглядит получше. А ставку, ставку, Дим? Тоже на Нави. Слишком жадные имперцы, слишком жадные. Сколько? По минутам, по минутам. А, ну, 40 минут. 40 минут за Нави. Империя 35. Слишком жадные пикуем перцев. Кэрри Войт. Осталось 10 секунд. Блин. Осталось 5 секунд. А ты заколовить? Я за империю, 30 минут. 35. Вот они пойдут этим пиком, они навалятся на вышке и будут их пинать. Идут, вырываются имперцы и начинают бить ручками. Но для того, чтобы хорошо бить ручками, нужны артефакты. А тут они нужны. Кэрри Войду. ОД. И Легиону. Ну что ж, пройдемся по составам. Нави. Дэнди будет играть на паке. Артстайл. Элдер Титан. Санейку. Леон. Дитя Ра будет катать на Клинксе. И Генерал на Бэтрайдере. Да, и имперцы. Имеет года на Алтворд Деваури. Кингер Омни Найт. Мипошка Мирана. Алоха Дэнс Василий Своид. И Гостик Легион Командер. Стрела. Хорошо. Красиво. Ферст Бат. Ферст Бат. Да. Ароу залетела в Леона. И Гостику лишний подарок. Он же ФБ забрал, правильно? А, нет. Кингер. Кингер. Саппортом. Всегда приятно. До начала сражения. Плюс мне очень интересно, как они будут гонять Бэтрайдера. Вот это хороший опрос. Потому что генерал, что не игра, вот я не знаю, как на Ави это делают, но что не игра, он приходит в хард и чувствует себя, как рыба в воде. В прошлой игре он встал против Вайда, и он уходит. Войда 6 уровня, приходит Ластилер 4. И ему никто не помогает, его просто стоит, идет генерал, и никто не помогает. Ноль помощи. Ноль поддержки. Это сильный герой, и сильный генерал на нем играет. А стаскивать туда всех не хотелось, надо было еще в миде помогать. Там у года все не клеилось особо. Так что приходилось выбирать. А так как... Год зачастую выбирает команду Годолюбов? Да. Помогают Году. Да. Ну и Илюша теперь терпит. Что или Дан терпел? С Годом в команде, когда все играли на Году. Что Лоха Дэнс? Хоть тоже Илья. Я тут в команде с Годом. Может какая-то закономерность? Может быть дело не в Годе? Терпеть в команде с Годом? Может быть дело не в Годе? Ладно. Так, ну пока по линии Мунави опять все хорошо. Потому что снизу бойник стоит и расстреливает. Расстреливает Легиона, потом расстреливает Томника. И он будет их расстреливать до посинения. Вместе с Леоном. А сверху, как я уже и говорил, Лоха Дэнс стоит один против двоих. В миде, конечно, стараются забрать Пака сейчас через Астрал. Летит стрелает Дэнди. Дэнди поймал. Вратарик. Минус Дэнди. Вратарик. И Витя, ну ты был прав, Годолюбы. Бросили Илюшу и опять Год стоит под защитой. Так я же не просто так это говорю. Это же научные наблюдения. Это факт. И вот тут хороший вопрос, как Дэнди с этим будет справляться. Потому что если и дальше будет заходить комбинация Астрал-Стрелат, то у Пака не хватает прочности для того, чтобы как-то пережить бурст. Вот он снова стоит. Нужно вот сюда за крипа встать. За крипа им желательно стоять, так чтобы в тебя не попали. Миран на позиции. Год ждет. Дэнди стоит за крипом и теперь его тяжело взять. Ну и Мептушка говорит, ничего страшного, я подожду. Он пытается, пытается убить крипа успеть. Красавчик, Даня, лучший. Что, теперь шарит. Не рассчитывал, так быстро. Дэнди, вратарь. Ну это очередной фраг на Даня. Вытрансуются по тме. Молокосос, говорит, по тма. Моталонт, Витя. Талант? Да, если бы он был вратарем, бы он много достиг. Но он и в доте вроде как еще достиг. Не факт, что... Ну, нужна помощь. Такие талантливые люди уже есть в сборной, поэтому... Хватит. Хватит, да. Ну, нужна помощь вообще по хорошему паку. Если вот так вот стоит Мирана у Даня, они могут это делать в вечность. Поэтому было бы здорово, если бы, например, Элдер Титан пришел и начал бить эту Мирану, которая кидает стрелы. Потому что так она как бы стоит и прекрасно себя чувствует. А так прибегает Элдер Титан, начинает выгонять Мирану и все. Попали Санейка. Санейка впитывает, но дамажа не хватает. Бежит Костик и под вышкой ему хорошо настреливают. Причем втроем. Ренат пошел даже дальше и вышка еще настреляла и ему. Мипошка решил вообще в соул здесь всех развалить. У него Старшторм есть. Попадет ли он Арроу? Вот в чем вопрос. Дитяра. Старштормчик, пора дать. Ну, первого уровня. Шелману не тратит. Давай. Добить. Да, просто сурки. Сложно, это правильно. Усыпили Кингара. Подходит Дэнди. Его спрятали в Астрал. А недалеко ли пошел Артстайл? Вот их развалит, сурки. Вот я тоже об этом подумал. 5 армора, 7 урона. Из вариантов. Ну, Артстайл уже помогает. Хорошо. Как бы Бэтрайдер, он стоит в сложной линии. Каким-то образом Илюша на войде умудрился перекейсить генерала при помощи здесь Элдер Титан стоял 3 минуты. Как он это сделал, я не знаю. Молодец. Прям реабилитация. И, судя по всему, Мирана выигрывает игру. Она убивает мид. Она убивает легкую. Она просто убивает две линии своими стрелами. Мипошка, по-моему, опять сейчас целится. Там есть, конечно, охрана в виде Артстайла. Он занял лучшую позицию. Астрал. Спрятали. Раз, два, три, четыре, пять. Писущая тряпка. Как же они комбинят. Пока Дэнди спит. Пока Дэнди спит. Точнее, не Дэнди, а Гот. Дэнди простоял в стане. Ну, вот сейчас Артстайл его засейвил. Иначе... Была бы беда. Третья смертная миде за пять минут. Потом будет очень трудно комбэкнуться. И ты посмотри, какую позицию занял снова. Сейчас вот летит курица. Эх. Почти, почти. Он сначала кидал стрелы отсюда. Дэнди прятался за крипа. Потом он начинает их кидать отсюда. Дэнди опять начал мансовать. А теперь он перешел сюда. И еще крипа забрал. Арканы. Кингара подкопали. Тут же рипал на себя. Рипельчик есть. И бежать. Да, и уходит. Ну и теперь Миран эти стрелы может кидать вечность. Пока она на миде. Дэнди нужно что-то придумать. Ему и так не сладко. Он четвертого уровня, вот и шестой. Вот и уже стычками начинает убивать всех крипов. И Дэнди придумал. Дэнди пошел вниз гангать. Знакомый с ним пошел лес фармить. Это стандартная ситуация, когда мидер к тебе приходит гангать на пятой минуте, ты понимаешь, что у него скорее всего не задалось. Да. Сейчас он не стоит в миде. Ну это забавно выглядит. Ну, окров пинать это интересно, конечно. Да. Тут тем временем снизу нападают на Санейка и умнинайт с легион командером. Пока просто не дают суппорту уйти. Как бы забегает легиончик, и как бы там Леон с Альдар Титаном свои сплы не комбинировали. И пытается забрать Луну хасты. Но здесь уже Кингар, который ее ворует. И как бы они не комбинировали свои сплы, любая их инициация контрит с Вепелом. Кстати, умер Клинкс. Вот здесь. Да, умер. Действительно. И Дэнди решил занять его место, пришел на легкую. Ну у него копы мало. Просто мипошка на Миране. Парис ОД. Очередной астрал. Очередная стрела. Мимо. Мимо. Ошибочка. И Дэнди говорит, а в меня бы не промазал. Да. Или я бы поймал. Не знаю, как это в районе. Убегает от Судмипошка. Его не догнать. Лассо не было у Бэтрайдера на шестом уровне. Сделать он еще не может. А Лоха уже с куполом, если что. Еще один герой, с которым можно скомбинить. Да. Нави было бы здорово поставить вард. Причем же это так, чтобы Нави хоть что-то видели на своей половине. Потому что они не видят ничего. Стрела. Мимо. Там было близко. Попал. Попал все-таки в Санейка. Просто 10 из 10 Мирана. И опять входит в лес. И опять ее не видно. Опять не знают Нави. Куда эта стрела полетит. Пойдет ли она в Дитяру. Дитяра стоит в инвизии. Пойдет ли она в Дэнди. Просто вардов. Нет, нет вардов. Стоит один вард, но он ничего не видит. Он просто ничего не видит. И мипошка продолжает. У мипошки все хорошо. У мипошки четвертый уровень. Аркан Буцикл. Ларите в кармане. Винлейс также имеется. С которым можно бегать, ромить. И постоянно оказываться в неожиданные позиции для врага. Да. Восемь минут. Это уже седьмой левел. Слушай, Дитяра надо быть аккуратнее. Если он получит дуэль, то его скорее всего заберут. Санейка рядом. Начинает наваливать по гостику. Есть ТП. Бэтрайдер. Тут. Атак не хватает. Манго. Кинуть на себя манго. Пошло в Ассо. Подтаскивают Дитяя. Ну и гостик здесь погибнет. Да. Загулял немного. Хорошая хроносфера. По-троим. У Дитяра огромные проблемы. Есть захил от Кингера. Здесь же ОД. Пошел Астрал. Санейка. Никуда отсюда, наверное, не уйдет. Он очень медленный. Почему-то ОД решил разматывать всех по одному. Ну очередной ару от мипошки и минус 2 в исполнении Тим Эмпайр. Здорово. Хорошо. Фрат по деньгам ровно. Но в любом случае молодцы. Первый фраг от Нави, если что, был на гостике. Имперцы умудряются таким пиком выигрывать линии. Что же будет, когда они там купят себе какие-нибудь БКБшки и другие полезные артефакты? Это шок. Шок-контент. И при этом нужен фарм. Дэнди. Дэнди. На него охотится. Кейн, руна. Я уверен, он будет жить. Думаю, ничего не смогут предъявить. Бегают по вражескому лесу. И в найм по-прежнему вардов толком нет, разве что стоит один. Но он показывает, как в этот лес ходят. От того, что вы увидели, как в ваш лес вошли, вы можете сделать только одно действие. Пойти в вражеский лес. Но как-то далеко он находится, особенно на девятой минуте. Да и сложно его фармить. Барабан у генерала. Интересно. Видимо, решил отдать инициацию руки Дэнди. А сам просто будет разливать огонь. За счет статов. И полная доминация ведь. Смотри, 4000 голды, 3000 эксп. Полнейшая доминация от имперцев. Таким пиком, это жесть. Помнишь, что я сказал? 30 минут за империей. Да. А ты вообще... Ты вот ванка. Вот у вас странные ставочки. Так, астрал очередной. Стрела пошла. Дойречка. Ой, успевает, успевает генерал Мансануть. Но еще и лассо будет по году. Года потащили. За годы должны впрягаться. Санейка есть подкоп. А кто продолжать-то будет? Подходит сюда Омник. Очередной астрал. Там по-прежнему есть дуэль у Гостика. Можно ее кидать. Цепляют генерала. Будет Старшторм. И генерал, по-моему, подарит здесь. Нет, не подарит. Подарит. Атаку. Успела дуэль закончиться. Ну, это лишний раз показывает, что у Нави демиджей сейчас не хватает, чтобы убить кого-либо. Да. И Мирана сломалась. Последние, по-моему, две комбинации, которые выдал год с мипошкой, были провальными. Так что есть шанс. Есть свет в конце туннеля. Выходит ОД на хосте. Бежит за Арстайл. Арстайл продолжает мансовать, но Вард его парит, однако. Летит санейка на подсейв. Есть вот такая тонкая... Кстати, дитяра. Что я говорил про Рожеский лес? Видите, смотри. Он уже там. Он больше негде. Он зашел к себе. Сейчас и бишь остальные и потянутся. Курица. Не видел. Может быть, что успеет? Нет? Нет, он не пошел на хейграунд. Но он увидит ее. Он ждет. И... Дитяра. Истребитель курьера. Красиво. Вот это денюжки. Денюжки. Бежать отсюда. Бежать. Синтри. Дасты есть. Зацепили дитяра. Над балмон сануть сразу и подальше. Есть ТП. Ароу. Зайвейдил. Подходит сюда ОД. Должен быть Астрал. Но если будет Астрал, в это время закончится дасты, можно поставить Синтриак. Все. Дасты кончились. Дитяра получает дополнительный мус спид и убегает. Да. Дитяра тащит пацанов. И при этом еще забирает в Айда тысячи голды. Нави камбэчит. Просто за Бонником бегает Мирано с... Точнее, за Бонником бегает Мирано с Омником. Забавно это выглядит, потому что подцепить нереально. Ну, радость, чтобы попасть стрелой, но у Бонника там слишком много вариантов, как мансануть. И они бегают все эти мои. Так, Вит, ты там что говорил? 30 минут? 30 минут за Империей. Ну, ты смотри, твои ребятки заигрываются. Заигрываются. Ну, на это ее расчет. Они должны сейчас заиграться, потом понять, что они заигрываются и пойти с 10. На 20-е я не понимаю, что они заигрываются. Иду сносить. Ну, пока Нави такое ощущение, что спейсер для генерала. То есть вот он лосо свое дал, теперь он на 60 секунд старается дофармить Блинг. Ну, ему это Блинг дофармить будет проще, чем Дэнди. Как бы он там Firefly нажал, пошел, три кампа собрал и все это зафармил. Пак уже нужно будет долго это бить, поэтому Пак сейчас просто старается выносить все это на линиях. И реже ввязываться в драки. Год собирает Эзерленз. Вообще редко увидишь Эзерленз вот именно на ОД. Но против Бэтрайдера почему бы и нет. Как бы сам по себе рейндж у Астрала довольно-таки маленький, 4 стенд. И Эзерленз его увеличит. Так выше вероятность, что ты сможешь дать сейв. Фишечки, фишечки, Витя. О, Драгон Лэнз. Драгон Лэнз тоже полезен. Ты просто жирный будешь, и даже если тебя вытащат, не факт, что тебя успеют убить до Астрала. Дальше там прячешься, подбегай, Томник подбегает, Презоатак тебе, там тебе все это накидывают, и ты раздаешься. Ты же год, а тебя все любят. Я бы вообще то и то собрал и не обломался бы. Витя, знаешь ли ты что-то о Нави? Ты же друг Дэнди. Расскажи мне. А что именно тебя интересует? Давай немного конкретики, Дмитрий. Немного хотя бы. Ну, например, может быть, ты в курсе истории, как Дэнди стал капитаном? Нет, вот эта история... Я ошеломлен был сегодня, так что... Я просто после игры его спрошу, но это очень интересно. И пак в лесу тоже оставляет некоторые вопросы. Кто-кто-кто? Пак? Пак в лесу. Ну, пак в лесу, это, наверное, вынужденная мера. Вряд ли это была задумка изначально. Это, скорее всего, когда у тебя 0.2 становится, и тебя продолжают щемить, вот твой пак превращается из медового в лесного. Изначально, я думаю, задумки такой не было. Так, у Кенгера сегодня что-то очень много проблем. Будем надеяться, что он их сейчас пофиксит. Тут говорится, что он живет в бесссоре. Гоэн обисал. Вернись, Кенгер. Мы все простим. Димаш, что ты знаешь о Navi? Я сейчас буду, как Хованский на мегафоне. Мне запретили говорить. Ты же помнишь, там была забавная трансляция, когда... Я в это время касситал что-то. А, ну, там было весело. Там было очень весело. Только что запретили? Дим. Что? У нас свобода слова в стране есть. Ну, как сказать, на частной территории свободу слова не ищут. Вот здесь такая... А ты же сейчас у себя дома? Я сейчас в эфире. Ну, это же наш эфир с тобой. Не только. Как это не только? От кого идет поток? От меня. Это полностью мои килобайты летят в интернете. Я что, за интернет плачу, чтобы мне говорить запрещали? Витя, кто-то тебе разрешил... Мне кто-то разрешил? Зайти в это лобби и стримить эти килобайты. Ну, все. Значит, они мне дали добро полностью на мой словесный говор. Не на все, не на все. Нет? Ну, мне не приходило ограничители. Те приходили? Ну, да. Блин, Дима. Надо воевать. Ну, смотри, есть люди, которые тебе что-то говорят. Да, есть. Они берут с тебя слово. Что, ты никому не скажешь? Да, что ты... Да кому это... Димон, срывай покрова! Сейчас подписчиков тебе сделаем. Пацаны. Зачем? Плюс тысяча подписчиков у Димона, и он рассказывает всю правду о Нави. Да, конечно. В этом вопросе я бы скорее доверился Фанику. Это, по-моему, единственный человек, который умудрился час, за час сказать только один факт, то, что Artstar ему предъявил 0.7 за таска. Почему он всем, ты мне жизнь сломал? Да, 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 да. И при этом 20 тысяч человек его смотрел и внимательно слушал. Димон. У него взял уроки, как это делать. Мы во второй карте, в Virtus.pro против VEGA, могли делать то же самое. Но мы еще не настолько хороши, как он. Ну, тут что есть, то есть. Просто, наверное, для того, чтобы быть убедителем, нужно поставить себе фингал и вебку. Тогда... Димон, вебка есть. С фингалом справиться можно быстро, как бы, тын. Две минуты, и все готово. Ладно, тем временем, тем временем, скан наверх и имперцы знают о том, что затевают нави. Нави сейчас хотят вовсю постараться как-то сделать парочку киллов, потому что нюки у них есть. Ну, нюки у них хорошие, в общем-то, у всех героев. И в это время было бы здорово имперцам никоим образом не гулять по одному, потому что бетрайдеры пока не любят ловить. И тот же бумфлочек, как мы видим, с инвизы наказывает. И попробовать вместе пойти реализовать атмосферу. В общем-то, а почему бы и нет? Алоха Дэнс купил Ладмирс. Ладмирс очень хорошо работает, когда вы все вместе наваливаетесь на героев или на ТВРА. И выдвинулся на центр, охотится за Дитяра. А Дитяра ушел. Дитяра ушел, продолжает бегать в визе. Вообще ничего не фармит Дитяра. Давайте с Аннейкой сейчас урубим. Он сейчас очень агрессивно играет, под вышкой уходит. Но он не то, он как бы суппорт. Как не то, все то. Запрыгиваем и убиваем. Пора. Ну это палево. Вот это сейчас было палево. Ну да, у Дэ, когда залетает под Т2 за одним леоном, это палево. Да, поэтому они сейчас будут стоять, но с Аннейкой уже все понял, так что нужно направление своей атаки срочно менять. Срочно. Они ждут. Они ждут, сейчас найдут бетрайдера, наверное. Генерал тут выжигает веса, у него барабан и тернпил, у него стандартный набор для оффлейнера. Генерал красавчик, он сразу улетает. Да, прям вот попадает Дэнди по карте, по врагам, по вардам, вообще попадает по всему своему, будем очертания. Клинг забрал в это время вышку на топе. Есть ПТ, есть Слоу Ринг, Аквилла и Младстоун. Дэнди пытается выфармить себе даггер. 14-й минуту. Оп. А там арба, улетела. Но ты не можешь улететь на нее. Вот так вот. Ать, shift. Нет, ничего не работает. Я хочу третью игру, Илюша. Давай. Так, ну, минус хрансфера. Варды в лесу, у нави все еще остались. У легеночки есть блинка, находится на позиции. Так же Удег вовсю готов помочь своим бурстом. И ждут. А нави не показываются. Нави терпит. Блик на бэтрайдере и потом пойдет. Потом игра пойдет. Сенека получает стан. Мирана подходит. Дуэль. Как же хорош в этой игре мифошка. Можно по одной этой игре сделать нарезку. Да, мифошка действительно неплох. 2.06. 2.06. Парни. Генерал. Сейчас увидим на нем даггер, и он тоже будет хорош. И на Дэнди будет даггер. И у нас появится целых 2 врыватора разом. Дальше остается только добивать. Да. Ну, для нави это звонок, потому что имперцы в этот лес зашли. Имперцы поставили в орды. Сейчас они в этом лесу чувствуют себя как у себя дома, и нужно что-то придумать для нави. То есть, ну, либо в этот лес вообще не заходить. Вот, дитяра, красавчик. Понятно, что у него 1-3, и как бы игра идет не так легко, потому что ему там Мирана и в харде объяснила, что такое поймать стрелы. И он продолжает ходить во вражеском лесу. Ну, вот во вражеском лесу у него здесь шансов побольше что-то нафармить, потому что здесь никого нет. Здесь крипы. Вот здесь и Дэнди. Кстати, почти нафармился на блинг, и ребятки будут готовы. Готовы потом идти в смоке и рисковать. А до смока можно и забрать Рошана. Потому что Дэ делает очень много дэмеджа. Мана у него почти не качается по четвертой пассивкой. Поэтому Легион Командер закинет тебе пресс за атаку, и ЛД будет бить еще больнее. Блин, как все хорошо у имперцев. Я на них поставил, как бы, понятное дело, что у них все хорошо. Я по-другому не играю. Филанга. Филанга ведь. Предсказатель. Но почему-то они решили дальше не идти. Странно почему. Они хотят подловить кого-то. Дуэль откаташилась, даггер есть. Надо кого-то убить, а после этого идти на Рошана. Так ты себя обезопасишь. А вдруг там сейчас Дримкоил, все вот эти дела. Даггером. Ну, хорошо. Вот сейчас бегут за иллюзией, знают, где находится Артстайл. Нави, наконец-то, всей командой перетягивается к Дитиаре и будут здесь думать о том, как им хорошо совершить атаку. И на месте имперцев было бы здорово пойти и сломать вышку, которую ломает три крипа. Ну, как бы никто не дефит, и Нави уже все прекрасно поняли. А они вместо этого пошли на Рошана. Так все, забирайте вышку и иди на Рошана. Хотя вот довольно-таки быстро бьют, слушай, там почти вся команда. Поджимается фротификейшн. Должны догадываться, где он. Сейчас пытается Артстайл иллюзии подсветить. Подсветил, рейндропы подключал, заслипал. И можно идти. Бук шанс. Можно идти. Давай, борозду туда, Ванька. Кода разбила. Вытаскивают ми-пушку. Римкуя по двоим. Слип. А Егис лежит. Бэтрайдер, может быть, прыгнет и заберет. Нет, не получается. Запрыгивает Гостик, застанился. И на этом вроде как все. Ну, что-то не особо помешали, только Патму забрали. Ну, Патму забрали уже хорошо. При этом они еще забрали Медовую Вышку. Теперь Нави надо каким-то образом отойти и постараться 6 минут не вязываться в лишние драки. Хотя, прыгает Гостик, но Дэнгин с Гелюшо. Да, ну и теперь осталось играть в доту с Бэтрайдером и Бонфлетчером. Один бегает, светит и показывает, где же находятся враги. Жадает ли какую-то одну цель. Ну, а Бэтрайдер и Липак в это время подходят с Ленчиком и начинают месить. Все. Драки 5 на 5 пока. Для Нави закрыты. Я думаю, они особо и не хотят драться против Айгиса сейчас. В идеале это побегать где-то 5 минуток, пофармить. Тем более у них есть Клинкс, которому надо добраться до Дезолятора или что-то подобного. Что он там собирает? Давай посмотрим. А, это Диффуза! Это просто раш Диффузов первым айтемом. Да, ну, а че бы и нет. Репел штука тонкая. Если ты не дашь Диффуза по репелу, то Бэтрайдер, Леон, Элдер, Титаны, Пак вообще ничего не делают. Тому, кто в этом репеле, так что на нем это миссия. Так, Нави решили перейти вниз и имперцы все это дело видят. По-прежнему сохраняются у имперцев гварды в этом лесу, поэтому Нави у них как на ладони. И сами ходят в Инвизио. Очень опасно. Да, при этом показывает год, где они находятся. Алоха может впрыгнуть. Даггера пока нет, но... Нет, прожались там барабаны. Если не ошибаюсь, от Бэтрайдера, да? Нет, 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 Бэтрайдера. Какого еще барабаны? Я слышал барабаны? Да, это Артстайла. Ну, при такой номинации в целом можно купить и гему. Либо на Легиона с глинком, чтобы он бегал, убивал Бонфлетчера. Либо на какую-нибудь Мирану, она побегает поубивать все варды. Ну, то есть купить что-нибудь такое, что поможет тебе поймать врага, потому что сейчас с нами всю агрессию доджут вардами. Вот всю агрессию они доджут. Как бы имперцы не старались их ловить. Снова вражеская вес побежали. Прям как по Гайду. Конечно, Дитя Ра кушает Крипчиков. Ему тут замечательно, диффуза есть. Можно и подраться в теории, но чтобы Алоху забрать, это надо с Сайлансом запрыгнуть к нему. Вот он Сайланс, вот он Бэтрайдер. Попытка тут же по Арморчику, пресс-атак есть. Алохо отпрыгивать, восстанавливает ХП. Неужто пойду дальше, Дитя Ра. Нет, надо отступить, иначе сейчас купол будет. Все, потратили. Дитя Ра хватает. Да, есть бурс, заходят с нами раны, Дитя Ре конец. Правда, все-таки выигрывают они немножко времени еще для своей команды. Не отдают дель, но в любом случае имперцы забирают враг и могут идти дальше. Не хватило демеджа, чтобы зафокусить Вайда. По причине того, что Дэнди еще не дофармил Вейл, у него есть рецепт, у него есть нулики. Но нужно еще шлем приобрести. С Вейлом бы хватило демеджа, чтобы его убрать. Да. С Вейлом бы хватило. Идут на мид. Айгес две минуты. Занимает позиции Мирана, уже готовы инициировать. Ну и у того же Вайда хрансфера все еще есть. Какой-то блин, блин бы ему купить. Вот ему реально не хватает немножечко рейнджа. Его просто не подпускают. Центральную башню сил света атакуют. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Хочет денежек подзаработать, купить Вейл. Здесь осады, конечно, продолжаются. Трислип, артстайл, пока просто отгоняет. Ну да, пуш медленный. Все-таки УД здание бьет не особо. Войд, который там пакует Владимир, он такой. Семи керри, семи поддержка для остальных. Аура, аура. И решили дальше не рисковать. Ну, там Бонник уже на том, да. Стянулся на одного игрока. Это Гвоздик, Гвоздик в инвизии. И Дитя просто убегает. Да, побегать по лесу, поискать Бонника. Бонник же любит кушать крипов. Ему это необходимо, чтобы больше хп, больше демиджа. Но Гвоздик думает, что Бонник будет бить. Нет, Бонник бить скорее всего не будет. Раз Дитя это поведел, то рисковать не будет. Деньги идет на мид. С Вейлом. Забрал криповщиков. Ну, допустим, Дитя рано хоть сейчас Гостика. А мне кажется, в одного он его не убирает. Скорее Гостик. А Презоотов не? Диффуз. Ну, хотя бы вытравить заряд Диффуза. Я понимаю, да, в любом случае было бы здорово завязать. И вот сейчас Гостику скорее всего стоит бегать со своими ребятами. Потому что один он, как мы видим, особо не выживает. Да и при этом, его артефактами он никого толком не убивает. У него всего лишь Фейзы, Блинк и Братсворд. Ему нужен как минимум Блэдмен, чтобы можно было Боннику объяснить в 1 на 1. Мипошка, надо быть аккуратнее. Дитя ра, а рау потрачено. Показывает все это время его Боннику и Мипошке лучше отступить, чем он занимается. Вышку можно сбрить, причем очень быстро. Аегис там уже закончился, прожимается фортификейшн, но я думаю, Клинк все равно с этой вышкой справится. Все-таки это Клинкс. А по ТВ-рам он работает очень круто. Вновь на Ави увидели этот телепорт и начинают бежать. Хорошая стрела попадает по DTR. Может быть слип какой-то, хоть что-то, какой-то сейф будет или нет? Нет, просто отдают в ТРА. Очередной удачный дуэль для Legion Commander. Опять Мипошка, опять стрела. Ну, аегис вроде как заэвейдили, знаешь, никаких массовых разменов не было на него. Но то, что Клинкс погиб, неприятно. Бродсворд у него появляется, сразу в криты пойдет. Генерал. Саркейн руной получает пол, ну а чем Дэнди ему поможет? Ничем. Там пиару залетает, надо просто отсюда бежать. Был ли смысл вообще здесь вдвоем бегать? Ну, до какого-то момента было, потому что там и Дитяра хорошо фармил. Плюс-минус даже у Белла Легиона. Там и другие герои набирали свою экспу. Ну вот теперь имперцы раскусили весь план Нави и начинают активно ставить вордын в свой лес. Даже несмотря на то, что они доминируют. Теперь Нави будет посложнее. Ну, во-первых, ворды имперцы будут встать как-то по периметру, чтобы просто палить в какую сторону идут Нави. И если, например, Нави вот так вот выехали, то... Они сами выехали там, уже начинают перехватывать. Это раз. Ну и плюс гем. Наконец-то Мирана покупает гем, и сейчас гемом будет убивать все ворды. Нави вот нужно сделать нереально. Им нужно перетерпеть таким пиком. А это будет сделать крайне сложно. Нужно перетерпеть. Там есть всегда лоха, который тоже набирает. И купол-то ты никак не отменишь. Надо ждать каких-то еулов. Но опять же, даже без войда в куполе дэмэджа там хватит. Верхнюю башню силы... Ну, вариант номер два еще. Под смоками легкий улайн. Как бы по голоде они сравнялись, и можно попробовать войти. Но тут как начнешь? Нужен Омник. Нужен срочно Омник. Хорошая позиция в Нави. Да и у имперцев ничего. Имперцы знают, что происходит. Бэтрайдер запрыгнул на Гостика. Тут же палец. Спрятали в астрал, пока живет. Дэнди будет что-то ставить. Слипскастован. Алоха до купола еще 20 секунд. Разобрались с Гостиком. Также погибли он. Хороший Дримкоилл по-троим сейчас стоит. Прожимается ультимейт Омника. Нужно с кого-то снять диффузами. Ульта-то Дэ. Дабл-килл от года. Трипл-килл от года. В итоге провальный файт для Нави. Забрали только Легионку. Потеряли трех игроков. Но генерал сделал все, что мог, кто сделал. Полетел на Бэтрайдере, вытащил Легиона. Как мы и говорили, если ты вытаскиваешь Легиона, тебя сейвит ОД. Если ты вытаскиваешь ОД, тебя сейвит Легион. И вот как генералу нужна помощь, чтобы с одной стороны был одновременный врыв в Легиона, а с другой стороны кто-то дал, например, Салин СОД, иначе будет тяжело. А, Роу в Дэнде, очередной, опять минус мипошка. Комбинец ОД просто великолепно. Нам тут намекают то, что... Не убил Бонник Легионку. Легионку убил нейтральный крип. Так, хорошо. Унимательность ведь. Ну мы-то с тобой уже похоронили его, а... Да. Верхняя башня сил света разрушена. Ну он в любом случае умирал, правильно? Ну просто... С одной стороны была бы польза для дитяры, а с другой нет. В любом случае для него польза. Легион мертвый. Он фармит. Оптимизм. Что здесь... От того, как ты смотришь, видите, вот... На мир, на мир, какие у тебя глаза. Полный стакан или пустой? Вот в этом все дело. Ну так это зависит от того, полный ли стакан или пустой, Римон. Алоха. А, на половину полной? Нет. Да, у Алохи проблема, Алоха погиб. Нет, да, я фигню сказал. На половину полон или на половину пуст. Вот. Если ты совсем оптимист, ты можешь сказать стакан полон воздуха. Так там же вода если есть? А? Нет, если там нет воды, допустим. В стакане много воздуха. Нет, если там вообще ничего нет, я просто скажу, у меня есть стакан. Вот, вот, видишь как. Работает же. Ну и нами сейчас жмут максимум. По-моему, просто решили как-то попробовать пойти славить Алоху. Алоха немножечко загулял, его убили. Тут БКБ-хо нужно дитяре. Ну вот пока не появятся БКБ-хи на Клинксе, я не знаю, как он драться будет. Его УД будет разматывать просто салат. Да ему вообще много чего надо. Ему нужны и дефуза, и БКБ, и дэмэдж еще где-то нужно взять. Потому что у имперсов, например, у Д, у него там 14 армора. И если у тебя будет просто БКБ, то велика вероятность, что ты вовсе его не пробьешь. Так что много чего надо дитяре взять. Очень много. С очередной Рошан падает в копилку империи. Вряд ли успеет задефать, да и вроде как не собирают туда даже идти. Нави. В идеале для них это забрать Т2 на топе. В это время Дэнди перемещается наверх. Дэнди понимает, что это дело. Как БВЛ, хорошо. Блинк тоже здорово. Магический дамаг есть, но рано или поздно один из героев купит, да, БКБ, и на весь этот дамаг будет все равно. Поэтому Хекс позволит, возможно, напасть на героя до БКБ. И второе, он может с этим Хексом вот одновременно рваться с Бэтрайдером. Где Бэтрайдер, допустим, тащит Легионку, а он дает Хекс ВД. Как вариант. Так что пока пакуют хорошие артефакты. В целом, если ребятки там доживут и смогут как-то вот купить вот эти ключевые артефакты, то при хорошем раскасте все члены имперцев, все члены команды империи могут упасть сразу. Но вот пока надо пофармить. Пока надо пофармить. Генерал также приобретает ген. Бегает и убивает все ворды. Чекает пространство. Как только задетектил сверху УД с Эгисом, сразу перемещается на низ, но имперцы уже всей толпой перемещаются вниз, чтобы успеть поймать этого Бэтрайдера. Да, кликают, кликают. Кликают на генерала. Наказать за ворды. Ведь ворды хорошие были. Их не так просто найти. Даже если у тебя ген. Генерал с ушей. Так, пошел он лайт. Ну, посмелее, посмелее. И убежали. Ну как убежали? Санейка не убежал. Дэнди уходит с даггера. Санейка тоже отпрыгнул. Надо как-то бежать отсюда. Дэнди. Арба. Отпрыгнуть. И делает тэп аут, наверное. А тэп аут в КД. Алоха. Застрял, прогрызает себе путь. Но здесь год. Есть год. Shift. Таггер. Уходит Дэнди. Еще арба. Мансит. Аки боженька просто. Застрял в лесах. Ну беги. Ой, мипошка. Старшторм раз. Ару. Отлично. Классный астрал. Блинк. Не, блинк урон. Какой блинк. Да, да. Я говорю. Не успею. Или не сделает. В любом случае, суть такая, что он не сделает. Но выиграл очень много времени. Он почти ушел. Почти. Но почти не считается. Бака Дэнди Мансилы имперцы. Нави перетекают наверх. Можно попробовать забрать хотя бы одну выщечку. Заранее поставили варды. И если имперцы сюда будет приходить по одному. Допустим, один сделал ТП, второй сделал ТП. То великое вероятность, что мы кого-то убьем. И потом быстро раступим. Вот у легиончика уже стопешился. Уже идет. Поэтому его будет видно. Заранее ТПшится Омни Найт. Хорошо, кстати, смотрю, так вот. Не по одному подходит, а кучкой-кучкой двигаются, ребятка. Там Пака все равно не было. Он на Бэтрайдера рассчитывает, что он один справится. Не, ну Бэтрайдер у Леона, Бурст Клинкса и все. Бурст Клинкса. Все, и он умирает. То есть пока Нави придерживается этого плана, поскольку варды стоят. Но варды стояли недолго, поскольку врывается сюда УД, все эти варды убивают. И по-прежнему имперцы продолжают набирать обороты, как мы видим по фарму. 4000 и 3000 XP. Что делает Нави? Может быть, напасть первыми? Разок хотя бы. Попробует рискнуть. Потому что как-то они даже не пробуют. Например, если имперцы купят БКБшки, то я даже не знаю, как они будут. Ну, Нави потом с ними будут бороться. Клинкса на всех не хватит. Клинкс дает Бурст вот через стрейк в одного героя. Там 10 секунд, допустим, ты кого-то убил, но потом он уже теряет свой вес в драке. Следовательно, можно рискнуть. Нашли дитяра? Дитяра, спрятали. Будет Ароу сюда лететь. Тут нейтральный крип. Дитя раптается уйти. Почти. Почти. So and close. Горд берет билд в сторону мобильности. Прям на пофиг, залетает колпу и ждет стрелу. Смираны хороший билд. И выходит на мид. Продолжаем пушить вышку. Дитяра бежит вниз. Ну, у него ТП нет. Дитяра ДП нет. Ну, ТП нет. Он будет очень много бежать. Он может быть бежит за крипом? Да, он же он крипас. Да, он крипас ушел и назад. Там Аегис есть угодно. Можно рискнуть. Подпушить Т3, но нет. Имперцы отходят. У Денти появляется Хекс. Хорошо. Так, и вот теперь имперцы будут стараться кого-то поймать, но по идее вряд ли не получится сделать. Нави слишком хорошо сплетит. Забавно звучит, но они реально хорошо сплетят. Конечно, имперцы понятно, что они сделали 17 скиллов, но с тем стартом, который был у имперцев в начале, и тут вообще могли давно выиграть игру и засну уборить. А так генералы продолжают работать. Убивают очередные два варда и взлетают в вражеский лес. Сейт хаос. И у имперцев ступор. Они, конечно же, жмут смоки и бегают, ищут противников, но при этом они не могут зайти, даже если у них Аегис. Забавно, слушай, игра будет долгой. Супер лейт наступит. А в супер лейте Витя выигрывает кто? Давай, блюдц опрос. Из этих десяти героев. Мне кажется, Войт сильнее всех. А второй герой? ОД? Ну, я-то считаю, что ОД. Войт он, конечно, сильнее всех, но для меня тут в главных ролях снимается ОД и Элдер Титан. Так, у нас сейчас стычка будет. Алоха может подставиться. Но туда нельзя врываться. Лучше отходить отсюда генерал, чем он занимается. Кастуйте тпауты. Бежать. Бежать, спасаться. Напоминает мне вторую игру Virtus.Pro против Веги. Вот типа 33-я минута, 6 килов. 17 килов с другой стороны. Гостик уже заскучал. У него получилось выиграть только две дуэли за 33 минуты. Ну и остается только фармить. О, Кингер купил себе фейзи. Тоже будет фармить. Фейзи гет хорошо. Ну, не, он, скорее, не будет фармить, он просто будет бегать побыстрее, потому что ты когда бегаешь, вот этот вот парень неповоротливый, 350 мс, и еле-еле там не успеваешь догнать какого-то УД, который прыгает с бинька, и вот он будет рваться. Там можно какой-нибудь еще винлей взять по мелочи, чтобы быстрее бегать. Снова входит в вражеские леса. Снова кого-то ищет, но тут просто нет никого. Ну тут Куд с Хиггсом уже, он в теории может и сам одного героя убить кого-то, если поймает. Нави просто издеваются над имперцами, ну, в плане того спита, который не устраивает, и Бонфлетчер. Бонфлетчер. Добрый вечер, я Бонфлетчер. О, Санэко. Санэко умер. Ну, суппорт. 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 Как разведчик. Главное, что он дал им фу, что враги идут. Так, дитя рады берется у нас до БКБ сегодня или нет? И будет ли он вообще сейчас собрать БКБ? Ну, против хроносферы БКБ не спасает. Против дуэли тоже. Только против Пичи Куде? Ты хочешь собрать БКБ? Против Пичи Куде, Старшторма. Уже неплохо, как по мне. Старшторм. Может быть. Ну, может быть, ему понравится, но... Не знаю, я бы собрал уже, наверное, шестым артефактом. Я попросил, например, Бэтрайдера просто прыгнуть в УД. И привезти его на блюдечке. Конечно, прохладная история, но все же. Но все же. Так. Миран заходит в свои леса. Мирана без блинка, поэтому тяжело ей будет цеплять дитяру. Дитяра все это движение Пепси показал и убежал, но видно пока. Блин, слушай, как интересно комментировать их перемещение. Ты бы знал. Прям интрига. О, Дэ уже выехал, кстати. Смотри, как... Едет, едет, срезает. Но решил один не рисковать, убегает обратно в свой лес. Никого не нашел. Да, и, конечно, хочется сказать, что в такой игре кое-что было бы хорошо для некоторых героев. Ну, в одинфиг себе формят. То, чего нельзя произносить, Витя. То, чего нельзя произносить. А, я понял. Да, смекнул, смекнул. БКБ. БКБ на войде. БКБ на войде. Ну, за текст его теперь не получится, за купол. Витя, может, ты нам расскажешь историю? Как уж. Ты мастер. Я не выучил, не подготовил сегодня историй. Я же думаю, будет экшен у нас беспрерывный. Битва, мясо, как бы новый сезон. СНГ. СНГ команды дорвались до доты, давно не играли. И многое другое. А тут чувствую, что каких-то Винкс посадили играть, вот этих вот ребят. И они тут бегают. ФТД Клаб С против ФТД Клаб Б. Тоже. Похожая ситуация. Так, Дитя Рай имеет 3500. Что ты будешь покупать, дружище? Минута 15 до Рошана. Будут ли пытаться этого Рошана как-то забрать на ее? Ой-ой, ой-ой, Алоха, Хекс, подкопа двоим. Как же здесь больно, Генгер может рассыпаться. Презо атаку пошел, срубил его Дитя Рай. И можно Алоху забрить, но ставится купол. Гостик, БКБ, Блейдмейл, Дитя Рай на получал кучу дэмэджа. Дэнди пытается за Фокси, здесь же Артстайл пошла дуэль. Мепошка уснул, дуэль выигрывает Артстайл и Дэнди продолжает преследование. Алоха, Дэнс, не может никуда выйти, в свою очередь догоняет мепошку, но бомбочкой его откидывает генерал, и мепошка скорее всего получится уйти. Пауза. Да, и Нави подловили на свои атаки двоих героев, в данном случае Умника и Вайда, и моментально их из драки вырубили. Омник ничего не дал, Вайд дал очень мало. Ой, а как? Там кинули мне бомбочку. Бэтрайдер чем-то добил. Да, добил ее. Так вот, и Вайд, короче говоря, Вайд поставил хроносферу на своего легиона. Ну там все равно хроносфера хорошая была, он почему-то решил не добивать Клинкса, то есть когда он уже его почти заколотил, он отступился, и все. Все. Ну что, Вить, это игра, кто первый начнет, прям вот так. По фарму все приблизительно ровно теперь. Как бы один и второй умеют играть доту, умеют нажимать на кнопки. Кто ворвется? Вот такие моменты? Да, я вот думал, что в такие моменты, когда ты играешь на Умнике, можно вообще бегать и постоянно бегать в репейле на себе. Потому что сейчас, если бы на нем было репейл изначально, то возможно бы это зарешало. Или не бегать рядом с Вайдом, потому что если вы бежите рядом друг с другом, то это чревато вот такими вот последствиями. Ну то есть стоять сзади, стоять все время за всеми. И может быть, купить какой-то блинг. Все, Бонфлетчер готов к решительным действиям. Смог и поехали. БКБ это нежданчик. Получится, если получится добраться до ОД, то ОД будет конец. Там подоедался, Бонфлетчер его уничтожит. Рошан появляется, но имперцы, естественно, на него не пойдут. Встает снизу, ставит заранее сэнтри. И сами же он смог. Вот это интересно. Алоха не попал под смог. Ай-яй-яй. А ему надо инициировать. Детяра. Видят кода. Не успели захексить. Подкопали Алоху. Утащили там Гостика. Сайланс от Пака. Пытаются размотать Кенгера. Кенгеры размотали. Отличный палец. Минус Алоха. Есть борозда. Гостика тоже не просили. Это минус 3 от Нави. Пытается упрыгнуть отсюда. Мипошка. Отличная игра от Нави. В очередной раз подловили. Даже если бы у Минайд вылетел во время драки, его это никак не спасало. Его там уничтожили в секунду. Да. Чудесный замес. Замечательный рывок от Генерала. И вытащив одного героя. УД просто не смог его засейвить. Очень быстро среагировал Дэнди. И моментально захексил Войда. Войда. Войда даже не успел БКБ нажать. Он не нажал ни БКБ, ни манту, ни купол. Вообще ничего. И без хроносферы, как мы видим, Эмпайр развалился. Косяк Войда, если честно. Он же увидел то, что драка началась. Ты моментально глацишь БКБ и ищешь куда воткнуть свой купол. А в итоге все стало совсем пофьюл. В итоге Хекс решал. Под маскемом. В итоге Хекс на Дэнди зарешал. Дримкоил на года. Пытается еще и годы размотать. Залетает сюда Генерал. Флеймбрейк. Пытаются вытолкнуть его за пределы Дримкоила. Чтобы он получил стан. Дитя раз. Ушел крипа. Пошла Шива. А куда делся? Упрыгнул так далеко? Да. У нее еще форсстав. Ну да. И в драке участвовал только Легион и только ОД. Ну еще и мальчика подралась Миран. Ну тут очень много денег сейчас падает в копилку Нави. Мы видим то что переворот по деньгам с 5000 преимущества имперцев до порядка 4000 преимущества Нави. И 7000 с половиной по ХП выигрывают также Нави. Если Нави вот так вот начинают хорошо, то возможно Алохи Денс все таки стоит купить Блинк. ОД заварил Элдор Титана. Возможно Алохи Денс реально стоит купить Блинк. Чтобы хоть как-то можно было прыгнуть. Потому что его рейнджа не хватает. Стрела по Леону. Леона форсставнули. Заходит Генерал и светит Шивой. И могут идти имперцы. Могут идти. У Нави большие проблемы с ХП и с Маной. Врывается Легиончик. Находите Тиару. Пошла дуэль. Там лежит Аегис все это время. Аегис сворвал Пак, но погибает при этом Клинкс. Пак сворвал Аегис и ушел. Дэнди бог в этой игре. Ну не считая того ужасного старта, который устроил ему Мипошка вместе с ОД. Он реально тащит эту игру. Тащит эту игру на своем горбу. Дэнди тащи. Я в любом случае хочу третью игру. Уж слишком хорошо они играют сегодня. У Клинкса есть байбэк. Он выкупится. У Дэнди ультимейт откатился. БКБ у Клинкса нет. БКБ у Клинкса нет. Да, еще 37 секунд КД. Фортификация есть? Есть. Какое-то время можно выиграть. Но там купол у Вайда, поэтому подставляться вообще никак нельзя. Центральную башню Сил Света атакуют. Бэтрайдер потащил. Тут же Астрал спрятали. Прыгать. Алоха уходит. Прыгнул. Выигрывают пока время нави. Продолжать разводить. ОД запрыгнул. Есть Астрал. Трансфер или стрела? Стрела мимо. 15 секунд. Алохи просто не хватает ранжа, чтобы допрыгнуть только может. Пошел подкоп Алохи. Тут же попытка кинуть дуэль. Санейка замедлили. Дуэль кинуть не удалось. БКБ потрачено у Гостика. В итоге нави выиграли время, при этом даже не потеряли Т3. Это очень для них хорошо. Показывает Алоху. Ну вот ситуация, когда не можно... А, на развороте, подожди. На развороте. Попытка. Ну, нави не должны выходить. Да. Зачем мы выходить? Тут только что был враг. То есть это такой паб мув. Как мы его в были времена называли мув Рокскиз. Мы ушли, мы нигде не показались. Мы думаем, что люди выйдут. И Дэнди выходит, смотри. Дэнди выходит. У Дэндио Егис. У Дэндио Егис. У Дэндио Егис. У Дэндио Егис. Да, это не стремно. И Линка еще появляется. Вот у Титана. Блин, так и хочется спросить. Ильнат, что с тобой? Так спроси, Димка. Так, пойду и спрошу. Теперь мы сейчас спроси. Интересно он в Скайпе. Сейчас. Да, он в Скайпе. Ну, в принципе, спрашивать уже не надо то, что с ним. Я думаю, и так сам понятно. В Скайпе все объясняет? Да. Да. Меня давно не дудосили. Ну, мы уже давно туда не заходили ведь. Я каждый день сижу в Скайпе. Не, ну мы сейчас с ним спики, правильно? Сейчас. Димон, ну что ты палишь? А нам ничего не сделают. Я тебе даю гарантию. Так, Дэнди. Пошла Арба. Дэнди поймали на дуэль. Получится ли как-то засейвить? В курьере летит Линка. Вот она Линка, но Дэнди дропает Аегис. А за него будут вписываться? Остается Купол. И размотали Арцела. Никто его не задефает. Леон тоже минус. Дэнди пытается уйти. Сбивается Линка. Дэнди упрыгивает на арбу. И надо что-то делать. А там еще и дитера пытаются поймать. Он на хосте и в инвизе. Тактическая пауза. Нашли генерала. С гемом. Причем так забавно летает рядом с тремя героями. Гот. Гот. Прыгает генерала. Что делает генерала? Он просто... Он просто... Он просто... Он просто... Он кто-то очень против того, чтобы поведение имперца, если честно. Да. Тебе тоже так кажется? Да. Как думаешь, он идет? Он может попробовать уйти. Это, конечно, мало вероятно, но все же. Ну, смотри. У него есть форстав и еул. Половина хигса уже прошла. Год будет сейчас еще две-три тычки ему даст. Патма со стрелой. И пушка целится. Но там слишком много крипов. Стренджовый и так далее. То есть, надо будет как-то прострелить так жестко. Да. Но если Год не успеет кинуть Астрал, то генерал поднимает его в ВУ, юзает форстав и может быть даже на фаерфлай улетит. Да. Гоу, я уйду и опять паузу. Ладно, Вить, давай я тебя спрошу в следующее интервью, раз уж мы не рассказываем о лишней жизни. Скажи, что случилось с Твичом? А что случилось с Твичом? А ты не знаешь, что с ним случилось? Я не знаю, что случилось с Твичом. Ну, скажи мне хотя бы начальную часть, что случилось с Твичом. Ну, многие мне говорят то, что как бы турниры там, все дела и из-за этого меньше стало зрителей. Но если посмотреть по статам, Твич упал по процентам. На 20% упал. Кто-то говорил, что не залогиненных пользователей теперь они считают, но тогда бы упало намного больше, чем ты говоришь по процентам. Может быть ботов скрутили? Может быть. Ты же хотел ведь, чтобы... Я хотел, очень хотел, чтобы ботов скрутили. А ты не хотел? Ну, просто недавно НС писал в твоем Твиттере, где люди. Он спрашивал, играет на Ви парни, и нас всего 30 тысяч. Ну... Походу ботов скрутили ведь. Плохая шутка. Если честно, то... Плохая шутка. Не ясно, как бы особого хайпа нет. Канал... А, ну канал да. Канал с нуля. Абсолютно. То есть не так много народу об этом знает. И не так много наводили хайпа. Например, на той же Ликвипедии... Например, когда Фанник рассказывал про свои лунные факты, он уже двадцатку сделал. То есть он реально... Так он подготавливал к этому Твиттер и все комьюнити на протяжении трех или четырех дней. А мы готовили ведь вот эти три-четыре дня? Мы не готовили. А я на самом деле... Мне только вчера письмо пришло, что они играют и я кастить буду. Начнем с этого. На Ликвипедии, например, только сегодня вечером появилось, что матч будет. И такой турнир вообще существует. Что я полез искать инфу и... Оп. А нет ничего. Блин, у Глеба такой талант, слушай. Какой талант? Ему комьюнити помогло. Все реально ждали каких-то цервов-покровов, когда кто-то разумно будет рассказывать, что случилось, как так вышло, какие-то внутренние инсайды и прочее. А в итоге... Витя, ну в этом и особенность, чтобы ты ничего не делал, а за тебя все сделала аудитория. Правильно? Так это не аудитория была, это разовый бонус был от комьюнити, от киберспортивного. То есть все поретвитили, все топовые игроки, комментаторы и так далее, все... Блин, я хочу хоть что-то хорошее вспомнить, там, вот что-то хорошее такое. Достижение рассказать, а ты прям на корню рубишь. Ты просто берешь лопату и зашатываешь. В чем достижение? Это как ходить четыре дня, кричать, что ты будешь раздавать миллион, типа, в прямом эфире, а только все придут и включаешься с синяком и говоришь, что миллион украли. И сейчас рассказываешь, как у тебя украли это миллион. Ну, все ждали раздачи миллиона, а не мужика с синяком. Блин, ну ладно, давай тогда кого-нибудь другого возьмем, в пример. Давай. Не знаю, что-нибудь хорошее. Доброе. Позитивное. Давай. Такого на твиче нет. Такого на твиче нет? Не, ну один раз было, Вить. Что? 200 тысяч на матче, на котором, по-моему, не было ни ликвипедии на этот матч, ни подготовки, просто 200 тысяч. Это что было? Не знаю, Вить. Что это было? Ты сейчас практически разыграл миллион. Нет, просто 200 тысяч, и я думал, ты как бы поймешь. Ну, раз нет, так нет. Ничего не было, Вить. Ничего не было. Ты меня запутал, понимаешь? И кто-то, и кто-то ноги, по-моему, обещал брить, но так их не побрил вроде как. Нет, стой. Я, когда обещаю брить ноги, во-первых, всегда брею, во-вторых, я обещаю побрить, если только наберется определенное количество, и оно еще ни разу не набралось. Нет, до моих цифр еще ни разу не дошло. А какие у тебя цифры нужны? Ну, в смысле? Ну вот, если давай на этом будет 100 сейчас, я побрею. Так? Ты побреешь. Ребята, вы слышали? 100 тысяч. Работяги. 100 тысяч, и Витя бреет ноги в прямом эфире наверху. Нет, ну давай не в прямом эфире, я могу снять это на камеру. Прямо во время этого матча. Как Мобстер бреется в голову. Ну, если мне кто-то побреет, я не против. Вилада бреет Гудханту ноги в прямом эфире. На следующем матче, я не знаю, полуфинале Dream League. И тогда как и Na'Vi Empire. Ну, мы опять же это... Мы огромный хайп соберем вокруг этого. Да, не тем мы занимаемся ведь. Надо брить друг другу ноги? Да. Дим, мне кажется, Twitch нас очень быстро забанит. Первый раз это сочтут за юмор, но когда мы начнем все друг другу по кругу ноги брить. Подожди, есть ютуб ведь? Есть ютуб, да. Но на ютубе уже все друг другу ноги побрели. Это не уникальный там контент. Да, ты... Что угодно... Но что-нибудь придумаем ведь, что-нибудь придумаем. Подожди. У нас сейчас самое лучшее время, чтобы придумывать что-либо. Вот эта пауза на час. Ну, вообще сказали, что у них осталось три минуты, и это было три минуты назад. Так что, в теории у них... Все. А где сказали, подожди? Ну, вон в чат написал, судья. Ты судью за мьютил, Диман? Нет, к этому я еще не пришел, подожди. Диман, а ты в Варкрафте за Орду или за Альянс? Эээ... Я... За тусовку, Витя. Где тусовка, там я. Клабердимон? Это коллективная игра. Там один ты ничего не сделаешь, а вместе мы сила. Понял. Да, поэтому я за Орду. Потому что за Орду играет больше всего знакомых. Ну, или потому что за Орду играет экзорсус и... Я про фильм вообще, но... А, про фильм? Сейчас дай за кого там. А там нету Орды и Альянса. Как там, орки и люди? Орда и Альянс. Ну, орки крутые. Как бы... Даже несмотря на то, что они бежали со своей планеты. Ну, у них там... Все хреново. Поэтому им нужно было убегать куда-то. У них просто недостаточно развиты навыки дипломатии. Поэтому они все пошли решать путем силы. А если бы они устроили мир с Альянсом и со всеми остальными, как они, кстати, это сделали в одном из дополнений в World of Warcraft, когда нужно было мочить двух саронов и прочих там, этих богов. Так, мы продолжаем игру и она будет продолжаться вчетвером. Генерал ставит паузу. Генерал... Не так надо. Генерал сейчас набивает себе подписчиков. Да, да, да. Манерность, в общем. Он своим поведением завоевывает уважение аудитории. В принципе, он правильно делает. На месте Empire... А можно что-то написать в чат? Дима, я не знаю, можно тебе написать что-то в чат? Ну, надеюсь, меня не уволят? Ладно, давай я напишу ему в скайпе. Диман, я не уволю. Из остальных ручаски не могу. Хорошо. Сейчас. Сейчас. Я напишу году. Дима, только без мата. Я году напишу, возьмите. Я напишу вообще конфу этого дота пита. Может быть... Нужно договориться. Мы паузу держим 10 минут, а ты меня не убиваешь. Подожди, стой! Диман! Диман, ничего не пиши. Во-первых, он сейчас торгуется. То есть это не жест доброты и воли. Он пытается спасти свою жалкую шкуру. Тем, что он держит паузу 10 минут. Мы не ведем переговоров с террористами. Диман, это не добрый жест. Но мы-то хотим помочь имперцам, правильно? Мы хотим. Так и генерал, в теории, хочет спасти свою задницу и помочь имперцам. Ну как? Скорее, первая больше. А, там нави поставили паузу, все. Да, нави поставили паузу, но он договаривается, что они держат паузу 10 минут, а они его не убивают за это. Я вот думаю, имперцам сейчас нужен стейдинг, Вик. Стейдинг? Я... Да. Диман, отпускаю тебя, иди. Дим, в добрый путь. Надо играть на умнике. Надо играть на умнике. Ты играешь на умнике? Ну, надо дать ульт, репел и хил. Справишься? Да. Я смогу. Ну, Диман, давай вперед. Да. Чего ты ждешь? Пиши кенгеру, давай аккаунт, заходи. Я вот пишу. Я Серажу пишу, Году. Все. Дайте игроку шею. Дим, я до каменчу один, все нормально. Но если ты будешь косячить, Дим, извини, стрелять буду не щадя по тебе. И пусть зайдет. Скажу, что ты рак, опозорился, сидел бы на комендаторском слоте, не было бы так стыдно и так далее. Если ты не будешь давать все вовремя. Так, ну ладно, мы с тобой про Альянс ведь. Мы... Короче, ну орки... Подожди, мы про орков говорили. Да, они все делали от безысходности, как бы. У них там земля умирала, им пришлось идти. Вот. При этом они бедные люди ведь. Они реально бедные люди. Они в палатках живут, было видно, да. Да. Они бедные люди, их гулдаун поработил. И любой, кто противится его воле, он его убивал, как он мочил... Ммм... Ммм... Вождя Северных Волков. То есть... И вообще помощь нужна. Они мало того, что их гулдаун, мало того, что гулдаун бьют своих, чтоб чужие боялись. Так их еще и чужие бьют. Ты представь, как вообще сложно оркам. Золотые... Золотые существа в воле. Ну, орда, я имею в виду, орда. Ну, а люди, что делать? На твою территорию вторглись, Дима. Что делать-то? Ну... Начнут ее со временем захватывать. Не, они как-то защищают. Надо же как-то защищать свой дом кров женщин. Правильно. Просто их никто не бьет. Их хотя бы свои не бьют, поэтому... Вот так вот. Мне вот интересно, как создатель Варкрафта будет выкручиваться, когда придет время тауренов, гномов, андедов, что самое интересное. Там костюмчики будут ой-ой-ой какие интересные и красивые. Ну и может быть каких-то воргенов, если вообще до этого все дойдет. Вот интересно, как они выкрутятся тогда. Потому что на одних людях там костюмы приличное количество средств собрали. Ну и вообще вот это все. А когда пойдут вот эти все локации, с одной стороны там Дарнасус, с другой Стальгорн, с третьей Подгорд и все остальное. Мне кажется, это будет вообще один из самых дорогих фильмов в истории. Один из самых дорогих. Что делать? Нужно собирать средства. Собирать. Димон, стартуем. Можно, пожалуйста, нам Donation Alert запустить на стриме? На костюмы в WoW прям. Сейчас начнем в прямом эфире собирать. Не, ну кстати, вот эту фишку еще никто не просек. Но в целом, например, режиссер мог бы попросить, чтобы там все люди в мире скинулись по доллару. Я думаю, этого бы хватило. Вполне. Он бы создал фильм. Я бы создал себе яхту. Я бы создал себе яхту. Правда, блин, с другой стороны он может уехать там куда-нибудь. Вот. Я думаю, что я бы создал себе яхту вместо фильма. Таурены, гномы. Это все интересно, конечно. Но на них особо не поплаваешь. Да. Да. Блин, ненадежно. Димон, а Супермен или Бэтмен? Супермен. Почему? Потому что Супермен, он обладает сверхъестественными способностями. Правда, в том фильме их выставили двоих, как вот два пацана, которые что-то не поделили. Весь фильм бегал Бэтмен за Суперменом, непонятно вообще из чего, что ему сделал Супермен. А Супермен весь фильм говорил ему, мне не мешай. Потом они встретились, подрались и неожиданно договорились. Могли сразу поговорить, как нормальные люди. Тимон, если бы я был со суперспособностями, я бы ни с кем не разговаривал. Да, я бы сказал так, Витя, супер-женщина. Вот, она спасла фильм. Что, давай теперь от тебя вопросы. Я тебе вопросов позадавал, ты поотвечал. Теперь твоя очередь. Хорошо. Тирион. Угу. Мастер над Шептунами. Угу. Это баба безумная, блондинка, которая повелевает драконами, я не помню как ее зовут. Дейнери с бурью рожденная. Да. Я... Вот так она мне запомнилась. Или Джон Сноу. Кто из них самый достойный? Ммм... Кто тебе нравится больше всех? Ну, я просто перечислил самые яркие... Самых ярких персонажей. Одних из самых ярких. Ну, пожалуй, Джон Сноу. Джон Сноу. Так. А кто второй? Кто тебе нравится? Кто вторым-то будет? Ммм... Тирион. Тирион. Хорошо. А кто будет третьим? Да не будет. Хватит. Что ты? Градацию распределяем. Я тоже. Все. Эта женщина не нравится никому. И почему-то все хотят посадить ее на трон. Я этого ведь не понимаю. Почему хотят ее посадить на трон? Она там пока начнет клепать трупы за рабов, там непонятно, что начнется. Не знаю. По-моему, конец будет очень простым. Она прилетит на драконе, он дыхнет в толпу этих ходоков, и все ходоки погибнут. Это будет конец. Да не. А перед концом мы будем снимать, как она будет лететь. 12 серий подряд. Я думаю, что даже близко не так будет. Да. Ну, ладно. Не. Если сделать поинтереснее, хорошо, но я думаю, что... Это слишком банально. Это же Игра Престолов. Дракон съест ее. Да. Да. В драконов селится пацан. Пацан сожгет всех, сядет на трон. Отлично ведь. Скидывайся на фильм для Вити. Не надо. Я не люблю быть режиссером. Это к факеру. Факер у нас фильмы снимает. Я бы снялся в каком-нибудь фильме, Димон. Да. Кстати, про фильм. Вот ты спрашивал Бэтмен или Супермен. По-моему, решает Джокер. Сейчас мы быстренько перейдем к другому сцену. По-моему, решает Джокер. То есть, Джокер эмоциональный. Артистичный. С ним постоянно что-то происходит. Многие ютуб блогеры даже считают, что Джокер герой, который спас город от преступности. Можете погуглить. Там есть такая версия. И он, фильм заходит. Он заходит прекрасно. А Бэтмен или Супермен, они такие молчаливые. Особо ничего не говорят. Просто бегают там. Ну, показывают свои сверхспособности. И как бы... Не знаю. В этом ничего особенного. А вот Джокер хорош. Джокер запоминается. Ты, например, помнишь, кто играл первого Джокера в Бэтмене? Нет. А у меня очень плохая память на актеров. Я, в принципе, их не вспоминаю. Я тоже не помню, но я помню лицо актера. Он был ярким. Я просто... У меня вообще на имена плохая память. Вот. И вообще, очень многие фильмы держатся на злодеях. Злодеи, они... А как ты по-другому? Ну, если в фильме все будут добрые, Димон, что будет происходить в фильме? Скажи мне. Да, если Лайсон. Как бы все друг другу творят добро и все счастливы. Такое не продастся. Надо, чтобы кто-то разливал грязь. Да, но разливал их красиво. А если он еще и победит в конце, то вообще будет замечательно. А если он еще окажется хорошим по итогу, это вообще будет победа сразу. Вот. Теперь вернемся к Игре Престолов. В Игре Престолов, по идее, самый достойный Тирион. Самый достойный. Потому что у него... Ну, у него вообще весь какой-то дикий экшен. С ним самая интересная вот эта ветка. Где он постоянно то за одни и за других. У него постоянно какие-то оригинальные решения проскакивают. И в целом... Ну, понятно, что на троне будет сидеть эта белая девушка с... Джон Сноу. Они же там вроде пактар. Димон! 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 У нас игра продолжается! Он вернулся! Генерал. Его кинули в астрал. И... Стрела. Мипошка. Стрела летит. Стрела в очередной раз мимо. Генерал поднимает сам себя. Возможно это ошибка. И Форст Аффит влекается. Вау! Как бы... Он не уйдет. Он не уйдет. Но это было красиво, согласись. Если бы он взвиволил ОД, возможно бы... Если честно, он мог сдохнуть быстрее. Тогда бы не подарил дуэль. Да. Ну, в любом случае, он сыграл хорошо. Он так просто на автомате. Так, ну мы тем временем к игре вернемся. И здесь пока происходит следующее. У Na'Vi есть небольшое преимущество в виде 6000 голды и 3000 голды. Первое по игре, второе по голде. Димон, это либо 9000 голды, либо... Либо я запутался. Ты так цифру 9 завалировал. 6 и 3. Вроде как 9 не говорил, тотального преимущества нет. Вроде не обманул. Да. И имперцы потихонечку начинают возвращать то, что принадлежит им по правам. Сейчас покупают... Сейчас всеми способами стараются нивелировать инициацию от Na'Vi. Ну, в данном случае, Бэтрайдер. Покупают себе защитные артефакты и первые артефакты... Сейчас Дэнди может поставиться? Нет, упрыгивает с дайгера, а там могла бы быть дуэль. И видно Гостика. Видно Гостика. Его можно убить. Гостик ни о чем не догадывает. Соврывается Леон. Дает станчик. Подходит Хекс. Алоха Дэнс. Начинает бить. Убивает Санейка. И Санейка погиб. И Люша билет. Да, забираем его. Но когда там появился Войт, Санейка уже понял, что его сейчас будут ломать. Да, и пошли. Продолжают быть в своих лесах. Ну, теперь очевидно то, что имперцы нужно просто защититься от Бэтрайдера. Любым способом. То есть, понятно с этой стороны, что есть там у ЛД Астрал и у того же Легиончика пресс-атак. Но в любом случае, им сложно идти спилокастовать, потому что их затыкают. А там есть с кем. Там и ПАК врывается. Там и Леончик может прыгнуть с Бинка. Слишком много вариантов. Так что защищаемся. Любыми способами. Ну, сейчас имперцы вроде как идут в атаку. Ну, они так в атаку всю игру бегают. Но пока Нави все эти атаки предсказывали, как мы видим, поймать очень сложно кого-либо. У меня есть ощущение, что если имперцы хотят кого-то найти, им нужно вот не так ходить, как они обычно ходят. А вот так вот пойти, разок хотя бы. Вот так вот. Либо вот так, либо вот так. Потому что Нави так всю игру двигаются. Вот, например, смотри. Вот, где он бегает. Вот так вот он двигается. Вот так вот. Мастер спиртушен. Ну, генерал, он вот отсюда ухотить. Он далеко полетел. Ну да, очень далеко полетел. Он полетел, взрывку пройдет на базу. Крипов размял и улетает. И смотри, генерал, кстати, уже покупает вещи для своей команды. Купил том офшнович и решил его оставить кому-то. Ну, или книжку опыта. Лучше назвать книжку опыта. Отдает ее артстайлу. Остал ее кушает. Читает. Читает одну, читает второй. И почти 16 уровень. И Элдер Титан все ближе и ближе к тому, чтобы становиться все больше, все более полезным. Как бы у имперцев очень много армора белого. Например, зашла иллюзия Вайда и у него минус 21 армора. Зашла ВД, у него минус 17. И если так будет продолжаться, то Элдер Титан будет зажигать. Так что имперцы очень хотят воевать. Вот на них посмотрите. Так тут скан? Да, очередные смоки они жмут. Да, очередные смоки они жмут. В очередной раз они просто бегут в центр. То есть у них, грубо говоря, ну как-то вот привыкли они так бегать. И в очередной раз Нави их доджит. Это просто что-то невероятное в исполнении Нави. Амперцы просто бегают. Илюша приблизительно понял, где они находятся на генерал. Да, генерал. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Чуть-чуть не хватило, чтобы улететь. Чуть-чуть. Гем выбили. Два гема. Ну и 60 секунд есть на то, чтобы опушить силы. Ну агрессивно очень играл все это время бэтрайдер. То есть я думаю, он был готов к тому, что его в какой-то момент так поймают. Там все-таки уже есть хиксы, астралы, дуэли, всем. Чем бы тебя не зацепили, все равно погибнешь. Ну, они уже делают правильно то, что просто не ищут в лесу, а вот в этом лесу. А сразу бегут вот в эти точки, и там какая-то эмирала запускает стрел для видимости. А может быть даже в кого-то попадет. То есть уже намного лучше. Теперь вопрос лишь в том, что купит Илюша, а Илюша уже купил себе бабочку. Нормально. Не знаю, правда, насколько вот бабочка здесь решает. Возможно, была бы круче линка, чтобы опять же сейвиться против бэтрайдеров и прочих дизейблов. Ну ты сейчас заставит клинкса собирать себе МКБ, если он хочет нормально зафокусить. Да, ну может быть вот с этой целью Войт и решил так сделать. Ну что, очередной смок. Рецепт на линку на потме. Еще одна линка. Если генерал сможет соинициировать, он реально бог бэтрайдера. Бог. Бог. Тут миллион линкенсфер. Одна на Миране, вторая на ЛД. При этом, возможно, очень скоро появится, может быть, какой-то еще лотус. Ну, может быть, он не найт соберет. Но, дабы этого не допускать, нави выдвинулись. Все очень запакованно. Илюша начал отпушивать помудрее. Монта, иллюзии идут вперед и стоит сзади. Сейчас должна быть стычка. Очень хорошая позиционка сейчас у имперцев, они стоят на хайграунде, к ним очень трудно зайти незамеченными. Алоха отпрыгнул, запрыгнули, потащили в лассу. Алоха, у него что успеют зафокусить? Алоха, нажимает БКБ, успевает поставить купол. Дитя Ра, огромные проблемы. Неужто успеют зафокусить? Дитя Ра еле живой. Вразда отталкивает Алоху и можно на развороте еще подраться, но решили забить. Драка продолжается. Победная дуэль над паком. Но это минус 3. Это минус 3 в исполнении Team Empire. Да, феноменальная игра от Гостика, который успел накинуть пресс за атак на Вайда, и Войт в эту же секунду поставил хроносферу. Замечательная позиционка от Empire. Казалось бы, там уже Вайду оформили билет в один конец, но он успел среагировать и сделать все как надо. Ну и теперь имперцы готовы заходить. Некоторых ультимейтов у Na'Vi нет. Лассо КД. Ульта пака тоже КД. И при этом у имперцев всех героев очень хорошо бьют с руки. Высчика падает. Заслипали двоих. Дэнди байбэк делать не хочет. Есть желание отдать Барак. Придется отдать. Барак очень быстро падает. Хекс. Это минус генерал. Минус генерал. У него есть байбэк. Пошел Хекс на Алоху. Пошла дуэль в Artstyle. Артstyle все это время держит. Он ничего сделать не может. Артstyle неужто погибнет? Есть Хекс. Легион Commander летает. Палец. Минус Гостик. Добили. Миличный барак забрали. Рисковать не хочется. Лассо откатилось. Летит за Алоха Дэнс. Алоха Дэнс бежит. Дэнди Дримкойл. Минайд дает свой ультимейт и продолжает... Ой, какой ультимейт от года просто рассыпался. Здесь дитяра моментально вгрызаются в Дэнди. Дэнди. Арба пошла. Получает Хекс. Дэнди без байбэка. Это, я подозреваю, гуд гейм. Да. Нажимает дитяра на БКБ, но демоджа ему просто не хватает. Как бы не старался он убивать героев, но Мипошку очень хорошо вешает Солор Крест на все цели, которые он бьет. И Миссы, Миссы очень многих героев спасает. Продолжаю стараться. Но... Тяжело. Иллюзия идет, иллюзия станет, но при этом все герои очень хорошо бьют по товарам. Заходить не хочется. БКБ КД. А без БКБ он против ОД вообще ничего не может сделать. У Алохи, так что сейчас тот, кто подставится, первый сразу погибнет. Ну, это мега крипы. Мега крипов здесь будет дефить очень трудно. Да, ну, пока их еще не сделали. Бэтрайдер ждет. У Бэтрайдера, напомню, все еще есть лассо. Также очень скоро появится Лион, и Бумфлетчер уже готов зажигать. И заходит в спину, чтобы убить Умнинайта. Еще один барак падает, прыгает Бэтрайдер и везет Алоху Дэнс. Алохо Дэнс больно, но очень далеко находится Клинкс, поэтому просто некому сбить. Клинкс в свою очередь старался забрать Умнинайта, но его замечательным образом подставил ОД. И в это время настала очередь Гитяры. Ну, 1-1. И Перцы показали очень хорошую игру. Особенно в начале. Непошка и МВБ этой игры. Красавец. Да, действительно, третья карта у нас будет, и только на ней определится, кто же выйдет победителем этой встречи. Но игра была очень интересная. Еще бы уменьшить количество пауз, из-за вылетов было все вообще замечательно. Что ж, небольшая рекламно-музыкальная пауза, после которой мы вернемся и посмотрим за третий решение.